В Саратове вынесли приговор организаторам одной из крупнейших сетей подпольных казино. Около 20 членов преступной группировки задержали в ходе расследования дела. Было изъято более 200 комплектов игорного оборудования. Оглашение приговора организаторам преступного сообщества заняло не один час. Подробности в нашем следующем материале. В небольшом зале Ленинского суда уже давно не было так людно. На скамье подсудимых почти 20 человек. Члены преступной группировки предстали перед судом за организацию подпольных казино. В общей сложности на территории Саратова и Энгельса они открыли 20 игровых клубов. В первом зале размещали официальные заведения, а по соседству работали подпольные казино. У него была четкая структура, выделялось руководство. И между всеми его членами, участниками четко распределялись обязанности. То есть, например, можно было выделить техническую службу, можно было выделять непосредственно службу безопасности. И маскировались все игорные заведения под, например, спортивные бары, пабы. То есть, при входе в помещение, естественно, вы бы не обнаружили игровых автоматов. При обыске из подпольных заведений изъяли больше 200 комплектов игорного оборудования. Незаконный доход преступного сообщества за два месяца работы превысил 100 миллионов рублей. Оправдать подозреваемых пытались около 70 адвокатов. Рассмотрение дела затянулось на несколько лет. Уголовное дело было возбуждено 7 августа 2012 года. И только, собственно, летом прошлого года, в июле 2014 года, оно направлено на судебное разбирательство. Неоднозначно начиналось это дело. Один раз даже было возвращено. Для такого долгого дела и приговор стал долгим. Оглашение затянулось на 5 дней. Вину каждого участника преступной группировки суд счел доказанной. Три главных идейных вдохновителя игорные банды получают самый большой срок. 15 лет для Натальи Усановой и по 17 лет Максиму Гендлеру и Алексею Горбунову. Но, несмотря на собранные следствием доказательства, адвокаты подсудимых сошлись во мнении – решение нужно обжаловать. На мой взгляд, все-таки вина подсудимых не нашла своего подтверждения. В ходе рассмотрения дела судом, по крайней мере, были выявлены достаточно серьезные процессуальные нарушения, которые позволят, я думаю, мне и моим коллегам обжаловать данный приговор. В общей сложности члены преступной группировки получили около 150 лет лишения свободы на всех. Те, чью вину суд счел менее тяжкой, получили срок от 6 до 15,5 лет в колониях общего и строгого режимов. Каждый подсудимый также обязан будет заплатить штраф от 250 до 600 тысяч рублей. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.